Субтитры сделал DimaTorzok 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 был бы неплохо Слардер. Есть у них уже минус армор в виде сэпа и еще. Чуть больше для команды, конечно, не помешало бы. Остается им герой, который будет фармить из-за лейн и офф-лейнер какой-то. Клоквер какой-то может также заехать. Тоже приятный. Посмотрим, что у них до этого стояло на харде. До этого у них стоял Бристол как раз-таки. Стоял Варлок Некропус, Шейкер. Шейкер. Вряд ли, конечно, зайдет сюда еще и Шейкер. Все-таки нужен какой-то, мне кажется, человек, который может впитывать, который должен врываться. Клоквер в этом плане, пожалуй, идеальный. Тайтхантер. Вот его еще брали. Тоже герой с инициацией. Жирный, может впитывать. Ну, какой-нибудь Клоквер. Тайтхантер. Тим Берсо, тот же самый, который мы видели в прошлой игре, тоже отлично стоит. Хардлайн. Никто ему особо помешать не может. Ну, вот, ребята, стоит 40 секунд как раз-таки для того, чтобы определиться. Ну, все равно... Тускар, да. Рассуждала я о Хардлайнере, но вот Тускар нас опять-таки зашел, о котором я говорила. А сюда ребятам нужен, соответственно, второй саппорт и нужен Кэрри. Ну, в виде... Радиант Тим Бэк. Пудге? Рили. То есть такой Шадоу Шамон, Бристл Бэк, Вэрочка. Такой хороший, такой человеческий, обычный пик, вполне себе. И тут раз-таки и залетает путь. Что ты будешь делать, друг мой? Пуч. Иллюминати, я у тебя спрошу после игры, что ты хотела этим мне сказать? Надеюсь, что вы это тоже услышите. Алхимик. Алхимик, как мы забыли? Интересно, в общем, зачем тут путь? Может быть, ребята решили показать команде... Боже мой, показать команде Дикей, как нужно использовать этого пуджа. Сейчас возьму пуджом на сосуд. Извиняюсь за выражение. Ну, окей. Ладно. Коргерой, какой-то надо байдить. Пыл. Такой. Нормальный герой. Возможно, сейчас у тебя заедет какой-то антимакс, пиктра, да кто угодно может заехать, в принципе. Пик тоже стандартный, нормальный, он может помочь. У Огромаги есть Bloodlast, и поэтому, мне кажется, какой-нибудь даже Тинни бы сюда хорошо заехал. Под таким дополнительной скоростью атаки. Жирный пик был бы. Ну, посмотрим, что решат ребята из команды BBT. Ну, думаю, какой-то стандартный все-таки кэри заедет. Стандартный, скорее всего, ну, Слардар, да, вот, Слардар, общественно. Ну, ВК, да, тоже, почему нет. И, мне кажется, должна антимакс забирать. Сейчас ульям Квейт. Стрим почему-то падает у нас. Просто на это не очень хорошо. Причем, Ладно, разберемся это чуть позже. Ой-ой-ой, здесь она нападает на пузжа. Шарды закатились с него. Кидает первый также в интернер и спокойно забирает его здесь. Трейдин у нас счет пока. Снизу спокойно фармит в Рейскинг. Никто ему не мешает. А вот Морти. У нее всего 5 крипов. Станется здесь у нас Бистелбек. Еще второй станд. Обходит его спереди. Пытается наваливать его. 100 хп, 180 хп, 44, 29. Горит, горит, догорит. Да, со стана догорел здесь. Стана в Рейскинге догорел все-таки Бистелбек. И еще один фраг для команды БиБиТи. Тагерами хотя бы может подфармливать здесь у нас фантомочка. Больше пока ничего не светит. 8 крипов у нее всего. Это, конечно, тотальный провал. Собирает на себя культа аквилу даже без тапка пока. В то время как у той же Винтерн Виверны уже есть тапок, есть боттл. Приятнее стоять. У Скара есть энерджи бустер. Да, они хорошо-то постарались ими. 2 кила сделали. Даже 3. один был совершен снизу Сэфа, пока я опять провтакала забрала Вэрэшка, чтобы мне немножко хотя бы поприятнее стоялось. Сэфа ее доминировала, в 2 раза у него больше крипстат. Сам он левел чуть поменьше, вот сейчас Вэрка получается стоил стоил левел снизу. Гристилбек 100 кайс вейспрей на Врейскингу А2 на нем. Но все равно Врейскингу это мало чем мешает. Окей, поднимается сюда. Завучается Пуш у нас. Опять находят Вард. Ну, интересно что тут Вард. И начинает Винтернеберну жрать. Ну, чего такого сильно не происходит. Улетает у него спокойно Арктик Берни. Винтернебер могла сразу как-то через деревья пойти, чтобы еще меньше хп потерять. Ну, Пуш тоже немало хп потеряет. То есть, пока у него нет пассивки, пока у него нет какого-то робота. Ой-ой-ой, нападает здесь у нас на... И тут еще Винтернеберна подставляется, кидает себя в третью свою и сейчас будет, наверное, умирать. Ой-ой-ой, шарды кидает. И здесь ACDD4 забирает такие фуджа. Не помогли ему тиммейты, то есть, могли, наверное, забирать обоих, остается у них там совсем чуть-чуть хп. Ну, вот так вот решают поступить ребята из команды Холим Квейв не поддержать своего Туска, своего пуджа. И опять же закатывается Валрус Панч. Нет. Не хватало именно на то, чтобы блинкануться на кого-то и вот так вот с помощью шарды снова Валрус Панч и Туска разбирается с ней. То есть, первый раз ему не дали это дело с помощью Хекса, сейчас, ну, возможно, на кулдаун был. Хекс не смог дать. Ну, а у Пантомки не было мана, чтобы на него блинкануться. Вот опять же заезжают. Ой-ой-ой. Валрус Панч все равно там придержался. И здесь будут добивать опять же Расту. И могут еще и напасть на Пуджану, потому что будет Тобер уходить. Тут Шарды, остается у него совсем мало хп, ICD Дифую. О! Спасает его, в последний момент кидает на него Кулдомбрейс. Здесь также нападают у нас на Пантомасасасинов. Хватает ему маны на Валрус Панч, от кулдаунилась вот вовремя, и забирает в итоге двоих. Доминирует просто нереально это Доблана, триплой команду Олимквей, и в миде. А Медведь заходит в Бристаллбэк, прошивает Шаклшотом, ну, остается в живых Верочка. АСФ погибает. Приходит сюда Иксфан немножко помочь. Ну, поздновато, конечно, наверное, лучше бы он там остался. Тут у Скара мало всего осталось, ни маны, ни хп, решает он до дома сходить. Есть у него уже барабаны. А у Винтернвера тоже есть арканы, у Тускара также есть арканы. Все просто отлично складывается у команды Бойсбрейк То есть у них топ-войный творж у Скара 4400, то есть оффлейнер, который там в Добле стоял против триплы. А вот у Морта там 1600 у него меньше, чем той же самой Винтернвера. Просто катастрофически мало. Тускар 75% видрейт в 8 играх и чаще всего брали как раз таки Мэтболс его. Ну, его очень часто пик, банят еще, к тому же, так что если бы ты еще ставил стату по банам, это было бы тоже замечательно. Как часто его банят, потому что практически в каждой игре, где его не пикают, его там его не пикают, потому что его банят. Раста имеет 3-й левел, имеет тапок. Морта приобрела себе нет, у Морта даже этого самого тапка нет. Так, Вилла на себе решила приобрести вместо тапка. Ну, конечно, это пока вместо тапка. Но, все-таки, когда-то она его купит, чека здесь. Тут скажут, что нет у нас пуджа, а пудж у нас вот Мит пришел на Миттернвер, Миттернвер. Здесь вдвоем стоит в рейсфинг вместе с Дэдбэтменом на Огромаге. Найдет сейчас Бристалбэк Табл Дэмэдж. Возьмет и ну, ничего, скорее всего, с ними сделает, потому что добежащих соперников очень далеко. Подфармливая здесь СФ-чик у нас скрипов. Не видел, что забрали, хотя должна была быть инфа, что Дэдэ забрал. Бристалбэк, потому что Огромаги это видел, когда шел за ним. Немножко Тарктик Бернам, Виндрейнджер. Подхарасили и снизу в это время забирает в Рейскинг башню. Стягиваются теперь ребята из ВБТ на топ. Шарды. Нападает Морта, на нее сразу накатывается, точнее накатывается на Худжат, у него мало остается. Морту будут забирать здесь через стан Рейскинга, ну и также Худжат. ВР ультует в Тускара и ВР остается в живых. Также там забирают шадоу шамана, связывая с Шаклшотом в Рейскинга, но 3 в 1 мне кажется неплохой размен. Конечно жаль, что топ в Нитворс в койхо его там забрали. Смертоносный за 931, ну ничего себе, и это ВР, да? Сразу у нее покупает себе Митрилхаммер на Майлсторм. Неплохо и так денег, конечно, подводило. Ну вот, по деньгам больше 7000 выигрывает команда БиБиТи, по эксперт примерно столько же, ну чуть поменьше, 6000. Солидное преимущество для 11 минуты. Не 10, как было в предыдущем раунде, но тоже солидно. Нападает здесь на Бристлбэка, дает ему один сан, второй сан, и должен он здесь погибать. Шарды, горелка, застрял, лол, застрял, ну догорает здесь, он угромаги добивает, и СФ забирает ВР-очку в миде с помощью врейскинга, видимо. Вот какой СФ. Не, да, СФ. А где СФ сам? А СФ взял хосту и пошел дальше искать кого-то. Три Кайла есть. Ой, Раста закидает его в сетку, но может не помогать, просто бросила своего Раста. И сейчас еще и сама платится за это, но не видит ее СФ, похоже. С Пуджом они так же разминулись. Фингует, ребята, то, что хорошо бы подехать свой Товер. Ну, еще-то как-то не очень хорошо, видимо. Бистлбэк решает сюда не делать телепорт, но правильно, конечно, его здесь ветром спокойно забрали. Опять отваливается Тускар, проблемки все-таки с инетом. Забирает у нас тут ворды команды противника Иксфан на Виверне. Будет он делать себе Мекку. Без тапка далеко не уйдешь. В прошлой игре Найсталкер купил тапок лишь на 16 минуте. Да, интересно, когда у нас все-таки сможет его купить Мортред. Но, с другой стороны, в той-то игре Найсталкер был оффлейнером, а Фантом Ассасин так-то в трипле кэрри. Блану не дали, очень хорошо отстояли, конечно, свою даблу Винтерный Вивер вместе с Ускаром. Молодцы. Ой-ой-ой, критонул на 250. Горит еще здесь. Накатываться будет на него Тускар, накатывается. Даже Валрус Пайч не понадобилось. Вот замахнулся с Валрус Пайчем, но смог его кинуть только уже в крипах, потому что пыжа уже не было. Будут сейчас пытаться забирать также башню на топе. У нее пол-кп. Стягиваются здесь ребята, видят здесь Бристелбека, комитет Винтерный Вивер и понимают, что здесь все есть. К ней прилетать. Нет, форстаф это будет. Начинает стафф от Вагалгу. Ой-ой, как связалась! Видели, да? Дэд Бэтмон, с ядочка-связка. Тут у нас вытягивает Бристелбека, накатывается на него втроем, пытается ультовать пуш. Ультует вверху кол Винтерный Вивер она пока в Гиддрейнже. Виндрани на нее не нападает. Очень хорошо опять связалась. Ой-ой-ой, тут подвоем опять же и не на того прыгает у нас наша Морд и двоих спокойно забирает. Не так, что прям совсем спокойно, но ничего включать ей не может. Перекрывает путь опять для ВР-ки Шарда Ами Тускар, но она убегает от него на Виндрани все-таки Балрус Панч на ВР-ку на этому шекл пауэршот и просто почему он не убегал не совсем понятно, видимо решили такие ребята уже, ну окей. Так получилось. Делает сюда ТП Бристлбэк, умирает от пятерых, ну вот отменяет ТП Раста, правильно делает. Никого не вытягивает Пуш, к сожалению или к счастью для него, потому что ясно, понятно, если бы он вытянул кого-то, то все остальные бы на него побежали также. Огр подпушивает в мид, чтобы как раз-таки после того, как вот сейчас башня разрушилась сверху, они могли спокойно пойти и запушить ее также в миде. Форстав приобретает Виндер Бибер, также приобретает Смоки. Скорее всего сейчас заберут башню в миде и пойдут на какого-нибудь Рошана. Значит, тут не очень хотят ребята бить башню. Верес Кимпху говорит, ну, ребят, еще нужно мне немножко денег, поформлю-ка я леса. На 15-й минуте у нас преимущество всего 15 тысяч, поэтому если я сейчас не останусь в лесу, то нам будет очень грустно. Тускар в лотаре, видит он здесь Бристлбека, но не заходит по таре, но он, да, видит его, здесь Валрус Панч, помогает своему тиммейту. Неизвестно, конечно, чего он хотел на самом деле, кого вытянуть, но мы так бы неплохо. Нападают здесь на кого-то. Пытаются нападать на Тускара. Ну, не так это просто, тем более у него и слотара просвета, как. конечно, ни у кого нет. Ясэк сейчас будет ультовать здесь, да. Ой, эта обаерочка сразу попалась. На Бристлбека здесь нападают, один, второй. Морта пытается откидываться даггером, вкатывается здесь на Шадоу Шамана, уходит двое. Ну, буду сейчас меди башню занимать. Ой, ой, вытягивает Тускара Буш, пытается драться с ним, забирает Тускара, но здесь также минус два будут делать оставшиеся люди. Колдом Брейс накидывается на Брейс Кинга и выживает он. Сразу четверых у нас забирает эсэк. Ну, все хорошо у него. Есть у него так же лота. Есть Яша, будет докупать к ней Сашу. Будет Саша Яша. И да, пингует, ребят, что хорошо Брашана забрать сейчас. эсэк он говорит мои клипчики не ждут. Мои клипчики не ждут. Подходит он сенат и у него уже пассивка вкачена на 5, снижение армора. Если считать, что у Рошана всего ее 7, то это вообще очень много. Теперь у нас эсэк дропается. теперь подключается и пойдет сейчас он наверное помогать своим тиммейтам бить Рошана. Врейс Кинг покупает себе демон эйдж, будет дарить МКБ. Не нравится ему, что Верочка живет лишние 4 секунды. Хочет он, чтобы она не жила на это время забирает тут крипов ICD4U и будут скорее всего заходить на вышку снизу. А может быть и нет, может быть в мид пойдут, а может быть и найти кого-то. Что-то они как-то распределились и никто, похоже, тоже не понял, чего хочет команда. Ставятся варды здесь. Ну да, тут буквально пару тысячек осталось отвесить башни. И вот теперь можно идти вниз. Опять разбирается спокойно Тускар с крипами. Раз, два, три. Сашу также Тускар себе будет тарить. Алибарда наверное какая-то. Вряд ли это будет Саша Яша, зачем она ему особо нужна. И вот там монстр хилл Расту забирают. Связывает в рейс кинга. Сейчас возможно пауэршот по какой-нибудь заехать. Да, пауэршот заезжает, но уже поздновато уже все отхилины. А есть тем более есть у Сефа и даже ребята решают заходить на хайграунд. Связка не получается, связывает двух крипов. Езжает здесь у нас на Мортру. пауэршот и все собственно. Танкует ВК в Холдом Брейсе здесь у нас вышку забирают. Опять Шардип на Бристалбека вытягивает его обратно Пуш. Хекс кидает нас кого-то не так важно пытаться связать. Ультует здесь на Бристалбека забирает его в своей же команде Пуш тоже ультует и даже успевая задинается боже мой какие плюшки отваливает Сеф как же вольно это. ГГ пишет колгашек тоже опять еще одна быстрая игра у нас получилась ребят. ГГ ВП Радиент Виктори Ну и сейчас попробуем взять мы также попробуем узнать почему так все получилось у ребят не очень хорошо отправила я запрос к капитану команды о нем кует и попытаемся поговорить сейчас с ним узнать что пошло не так что было за строта с пуджом почему именно так словом посмотрим Ага Привет Привет Ну что рассказывай что пошло не так почему все пошло не так у нас была надежда на их пуджа в саппорта Ага почему вы видели прошлую игру прошлую игру нет мы к сожалению не смотрели мы тренировали эту связочку Ага вот ты не поверишь что там тоже был саппорт пудж и ты не поверишь но он тоже не зашел вообще что за идея с саппорт саппорт пуджом как он должен помогать что он должен выносить что он У нас вообще на самом деле пикнут из-за Мартры, вот под Мартру, то есть он хукает к себе, начинает ее жрать, Мартра прыгает, делает фрак, все, как бы, изи. Плюс Shadow Shaman для дополнительного контроля, то есть там связать, курить ударить или еще что-то, вот, то есть вроде по пикам все нормально, все на своих местах, все на своих героях. Ну смотри на стадии лайнинга, пусть не можешь начинать жрать, но он, конечно, должен, во-первых, вытянуть, там, должен быть какой-то герой, которого тоже можно быть, но который не сможет от тебя уйти. И не кажется, что какой-то другой герой с каким-то более хорошим потенциалом смог бы сделать то же самое, что и делал, казалось бы, пусть, но лучше. Это, ну, милый герой, вот у него стата 0.8.2. Трипла, расскажи теперь стадию лайнинга. Ну вот окей, задумку этого я услышала, и что пошло, ну, по лайнингу? По лайнингу, на самом деле, у нас надежды были все на Мартру, то есть мы планировали затянуть игру, потому что у нас опять, опять замены, в очередной раз у нас замены, то есть... Ну, а две замены вижу, да? Нет, у нас, по сравнению с прошлой игрой, одна замена, то есть у нас замена керри, и керри это, насколько мы знаем, насколько он с нами играет, он очень медленно, очень медленно выводит с тебя артефакты, вот, то есть если его не охранять, если, допустим, он дает легионку какую-нибудь, у какого-нибудь лесняка, другого там, сикера, например, то он формит 40 минут, и потом только шестислотовый выходит. И здесь вся игра строилась вот только в герри. В остальном, то есть их стандартный, но в прошлой игре ничего не изменили практически. Ну, только вот Пуджа взяли вместо Даззла. Ну, как такое сидит. Тоже уже было не Даззла, но я почему-то решил послушать Пуджа, в итоге он признался, что он нам зарунил катку, но ничего страшного, ничего страшного, впереди Мэтт Боллс, Мэтт Боллс мы не допустим таких неординарных пиков, будем смотреть игры, сегодня просто, честно, не было времени посмотреть. Абсолютно никакого времени не было посмотреть игру, но, не знаю, в общем, что-то, все пошло не так, насчет что-то, это слишком мягко сказано, все пошло не так. Ничего, ребята, молодцы, воспользовались нашими ошибками, воспользовались нашей нерасторопностью, поздравляю. А почему не удалось так, ну, вот смотри, под лай, ну, когда вы уже знали, что у ребят пойдет Скар, ну, вот на последний, на предпоследний пик, у них была уже Виверна, у них был уже... Тускар, вы ожидали, что они пойдут в такую Даблу? Или чего вы ожидали, кого вы ждали, вот, что против вас пойдет, кто? Вообще, мы ждали в Харду какое-нибудь, что-нибудь интересное, типа, например, Огра, Виверны и Туска. Даже Триплу вы хотели? Мы ждали Триплу, да, то есть, как в прошлой игре, которая нас научила против, в позы прошлой, против Тим Хорд, когда... Нет, не Тим Хорд, неправда, против Чив Слими, когда ребята пришли в Триплу и просто наказывали нас всех. Когда был Сларк, когда был Огрмаг, кто там еще был, не помню, третий, тоже Саппорт еще один. Вот, то есть, они нас наказывали, реально, вдвоем. Ну, мы ожидали Триплу, но тут Дабла нам... А как бы вы даже против этой Триплы стояли, то есть, у вас есть какие-то идеи, ну, то есть, Огрмаги вообще был фёст пик, Винтерн Вивер второй пик, ну, и, соответственно, Тускар там третий или четвертый. Как вы хотели своей Триплой стоять против этой Триплы? Ну, выцеплять первым, либо Виверну, либо Тусика, но и начинать бить их. Вообще, на самом деле, у нас вот такой сумбур и сумятица получилось, в общем, у нас стадия пика провалилась полностью. На самом деле, мне сказали, пикай Расту, я говорю, ну, какого Расту, нет, я не хочу, не надо, давайте пикнуть Ускара. Я говорю, нет, пикай Расту, ну, и всё, и с этого пошли все ошибочки наши. То есть, мы повторили пик прошлой игры, но стиль игры оппонентов мы не учли. Вот, ну, ничего, будем тренироваться, будем стараться, покажем что-нибудь интересное и действенное, эффективное в следующей игре против них. Ага, как вы оцениваете свои шансы против них? Всё-таки ребята играют очень хорошо, проиграли только одну игру своим, ну, вот. С джуниором, наверное. Да, с джуниором, ну, и, в принципе, они очень уверенно одерживали все эти победы, по сути. Ну, мы побрыкаемся, я думаю. На счет победы говорить не буду, но мы постараемся оказать какое-то сопротивление, не написать БГ на 18-й минуте. Вообще, на самом деле, мы были не настроены. Ну, ребята пришли 25 минут, мы очень долго ждали. Ну, да. Мы перегорели, я писал офику, писал всем ребятам, писал, думал, вот так не делается, ля-ля-ля, но. Ладно, мы решили подождать, вдруг там действительно какие-то проблемы, ну, не знаю. В общем, мы потеряли настроенную игру, потеряли игру и закинули её, просто закинули. Сказать больше нечего, оправдываться не буду, мы что-нибудь сделаем. Будете как-то по-особенному готовиться, как раз-таки, к этим Madballs? Ну, мы будем репетировать связочки. Интересные, более интересные, чем кучу нас прав. Да, что-нибудь более стандартное пробовать. Ну, не знаю, насчёт стандартного. Что-нибудь более подходящего в эту мету, я бы сказала. Да, хотя мы на мету не сильно ориентируемся. То есть у нас, например, нет никого практически, кто играл бы там на каких-нибудь мега популярных саппортах, типа Winter Viverny. То есть я могу поиграть. А почему бы не потренировать их? Они же не просто так оказываются популярными, да? Она потренирована, я могу поиграть. Я предпочитаю, я волкскульный. То есть я предпочитаю каких-нибудь саппортов, которые, как мне кажется, более эффективны. То есть у которых есть станд, у которых есть какой-нибудь текст, что-нибудь такое, чтобы можно было бы упасть с верникой и спасать. Неплохой такой станд, конечно, есть у Winter Viverny, я бы сказала. Ульты, да. Да, но. Но? Реализовывать, а не просто станет оппонента, ну, как мне кажется. Ну, даже если ты просто поставишь оппонента, и там никто его не будет бить из своих, все равно это как примерно ульт Бестмастера, только если кто-то еще подойдет к нему рядышком, встанет, то будет еще и его бить. Ну, да, полезно, полезно, но я не хочу просто карты все располагать. А, да, конечно, все, тогда, естественно.